Я увидел. Так, где ваше слово? Да, 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 да. Лиса-то. А можно было бы? Не говорите. Зачем я говорить? А сейчас мы с вами... Может, вы тоже, как сказать, не отдупляете вообще тоже? Я вообще-то... Давайте, раз, два, три, четыре. Это слово я принимаю. Лист. Я готов. Лист. Четыре буквы. Тридцать семь. Тридцать семь баллов. Мы уже не отлично хотим. А вот теперь мы разберемся, как работают мозговые клетки. Давай последние буковки. Ну, давай хотя бы готовые ножи. Что такое? Все нажал. Мы о том думали, да? Да, да. Странно, что... Странно, что... А это что, товарищи? Магия. Вы понимаете, что было у вас в руках? Собственно говоря, подставив букву Я, так она еще увеличивается, эта буковка. Ну, прямо на поверхности же лежала. Не видели. Ну как, Сергей? Ну, вы же опытный человек. Одной ногой уже в директорстве сидите. Понимаете, практически развалившись кресла. На деревянных счетах позволяете считать просто. Где же вы были? Магия. Раз, два, три, четыре, пять, шесть буков. Шесть буков. Сорок семь. Балл я вам добавляю уже, правильно? Конечно. Это шесть букв получается? Да. Прекрасно. Прекрасный ход, кстати говоря. Ну, друзья, значит, вы же все уже свое отыграли. Отыграли. Отыграли, да. Сорок семь. Причем таким же словом закончили. А вот в этом и состоит магия. Отлично. Ну. А. Четыре буквы, правильно? Да, да, да. Паста. Ну, посмотрим. А можно действительно? Трап. Больше бы заработать. А я так, знаете, начал наивно. Парт. Думаю, что за парт такой? Это такая недоделанная парта. Трап. Четыре буквы. Ну, трап – это понятно, что это такое. Я это принимаю. Четыре буквы, значит, это был ваш последний ход, собственно говоря, в нашей игре. Все, мы выиграли. Подождите сразу. Все, мы выиграли. Вы, ну, не все выиграли, но какой-то отрезок жизни вашей. Вы продержались вместе так долго. Значит, сорок один, друзья. Сорок два. Сорок два. Самое длинное слово, которое у нас было, это, по-моему, слово карате. Шесть букв. Вот. Вот, значит, еще один вам балл я добавляю, потому что это самое длинное слово в нашей игре. В нашей игре самое длинное слово. Сорок восемь, сорок два. Ну, прогнозы ваши, товарищи, не состоялись. Не состоялись. Вы думали, сколько будет у Милашек ваших? Сорок? Нет, секундочку. Сорок пять. Нет, вы называли. Сорок пять. А, сорок пять, да. Вы потом объясните, когда вы выйдете уже из студии, расскажете Сергею, где он находился, и, значит, что до этого происходило. Хорошо. Чуть-чуть подзабыл человек, да. Сорок пять, да? Не получилось. Значит, а вы, говорите, сорок семь тоже не... Тоже... Мы льстили. Сорок семь вы льстили, да. А я-то еще так удивил. Что это вы так мечете, а вы для себя? Ну, вы-то, кстати говоря, почти вышли в этот результат. Вот если бы, если бы не последний я, я вот это, вот сорок семи было бы, собственно говоря. Хорош парень, да. Здорово, молодец, стратег. Товарищи, значит, я подвожу итог. Я подвожу итог. Милашки и команда энергии. Команда энергии. Несмотря на всю мощнейшую мозговую атаку энергичную в лице женского коллектива Алиши, Сергей только соглашался. Да, молодец, девочка. Правильно делаю. Правильно, правильно. И эту букву правильно ты ставишь. Вот команда Милашки. Я вас с этапом поздравляю, но самое главное, так сказать, впереди, вся интрига впереди. Сейчас вы увидите, что будет происходить, потому что мы сейчас конвертируем, собственно говоря, вот этот результат, сорок восемь баллов, постараемся его перевести в рубли, товарищи. И не просто его перевести, все в ваших руках. Смотрите, у вас есть возможность ощутить это, ощутить. Как будет происходить ощущение. Сейчас мы выйдем, как бы, есть у нас такое поле, которое называется Поляной. Там такие в форме цветных шариков, такие цветные шарики, вот они какие, прекрасные, под номерами эти шарики, за каждым из этих кружочков шариков тире цветочков находится коэффициент. Вот на этот коэффициент, собственно говоря, вы и умножите победную вашу сумму, сорок восемь. Сорок восемь. Но дело в том, что там есть все. Там есть ноль, один, там тысяча пятьсот, еще какие-то такие есть. Поэтому все зависит от того, смотря какой шарик вы вскроете. Вскройте, какой шарик. Понимаете? Да, да, да. С одной стороны, все в ваших руках. А с другой стороны, от балды. Все получится, друзья. От балды. Кто возьмет на себя? Ну, мы вместе решим. Нет. Смотри, как проявляться стал мужик-то. Я решил. Какое вместе? Я почувствовал запах крови. У меня стало получаться. У меня недоученного студента. Подождите, послушайте. Сейчас вот пока вы думаете. Мы уже подумали. Подождите. Вот пока вы думаете. Просто оттянем этот момент. Вот мы все играем. Балда-балда говорим. Вообще в курсе, что означает вообще это слово? Я сначала у ваших спрошу, у ваших соперников. Сергей, у вас варианты какие-то есть? Ну, от балды. Ну, от балды, да. Не вырастет и речка из пруда, да. Не, ну, в принципе, что это такое, от балды? Ну, чуть-чуть тупить. А, тупить, да? Глупость. Да. Как? Глупость. Балда-глупость, да? Ну, глупый. Балда. Ну, он балда был, да? Ну, от балды, то есть, по глупости сделать. А, ты что, балда, что ли, да, такие вещи? Это вы имеете в виду? Понятно. То есть, это некий образ, некий метафора, да? А как звали? Есть персонаж, ведь, у Александра Сергеевича Пушкина. Произведение. Ну, вам неизвестно, вы все в клубах посидели, так сказать. Да-да, на машине кататься. Не, ну, в школе-то я училась, хорошистка была. А, хорошистка. Вспоминайте, Александр Сергеевич Пушкин. Как у него сказка называлась? Сказка о... Царе? Салтане. И работники его. Да, балдея. Как полностью называется, Сергей? Вы давно заканчивали учебное заведение? Сказка о... Лет 30 назад. Сказка о папе и его работнике балдея. Как, как, еще раз? О папе и его работнике балдея. Вот видите? Да. Процитирую. По словарю Даля. Смотрите, что это такое. Будете знать, кстати говоря, что не только попа и балда существует. Балда означает, в кавычки открываются, толстое корневище, запятая, палеца, не это палеца, нет, вот это такая, дубина. Ну, определились? Да. Я имел в виду, что три-четыре, и вы сказали слово вместе. А, ну все уже. Ну, что, ну, давайте еще. Давай, все, три-четыре. Четыре. Да, ребят, четыре. Это вот этот вот шарик. Я так и думал. Как ты так и думал? От балды. От балды. Я балду и думал. А мечта это, Артур? А куча денег. Ваша мечта остается мечтой, Артур. А 48 рублей. Хорошо, давай, посмотрите. Вот смотрите, что могло быть. Были какие-то вариации? Ого, да. Да нет. Вот это прекрасно, по-моему. Вот это было бы неплохо. Вот это замечательно было бы, да. Перед сараем постелили бы коврик, предположим бы. Вудовной матрас купили бы. Ну ладно. Ноль, товарищи. Зато мы сок попили. Сок попили. Сок попили, поиграли. Сергей, вы, наконец, как будущий директор, узнали, что такое балда. В следующий раз. Это не то, что тупить, а просто взять в руки, понимаете, балду. Вам я советую тоже, так сказать, приостановить свой автомобиль. От клуба к клубу ездите, так сказать, транжирите свои знания. Лишь, да. Ребят, тогда, значит, мы сейчас переходим к важной процедуре. Награждение. Награждение победителей. Ура! 48 рублей. Вот это, кстати говоря, сделала. 48 рублей, это прекрасно. Друзья, вы в пролете, Сергей. Да, в пролете. Несмотря на то, что вас ждет директорское кресло, скучает по вам. Значит, сегодня у вас не получилось, но, значит, Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Товарищ, товарищ, значит, сначала о духовном. Значит, сначала о духовном. Заметьте, смотрите, какая красивая большая книга досталась. Вам, держите. Александр Сергеевич, ты сразу смотришь, женщина потянулась за книгой. А это вам золотая балда. Балда бывает непросто, кстати говоря. В хозяйстве. Золотая балда. Да, в хозяйстве, да-да-да. Во-первых, можно просто отгонять. Я еще это, это. Уиди. Уиди, а сколько это? Да-да. Потом ей же можно раскалывать. Раскатывать? Раскатывать, да. И раскалывать тоже. И раскалывать, кстати говоря, тоже, да. И не только орехи. И не только орехи, друзья. Я же это лучше у себя оставлю. Оставьте у себя. Пикетивые лучше, действительно. Пикетивые. На этом наша игра, друзья, закончена. Спасибо вам огромное. Спасибо вам, Артур. Спасибо огромное, Марина. Спасибо. Спасибо, Сергей. Чтобы у вас все было хорошо, все было нормально. Самое главное, это хорошее настроение, позитивное, хорошее настроение. Пишите грамотно, собственно говоря, читайте книги. У нас прекрасный, замечательный, богатый, парадоксальный русский язык. Это же здорово. Друзья, спасибо всем. Всего вам доброго. Это была программа Балда. И я, Алексей Веселкин. До свидания, до встречи. Играйте с нами, читайте книги. Всего вам хорошего. Пока.